Серго Арджиникидзе был одним из немногих, кто с полным основанием мог считать себя самым близким другом Иосифа Сталина. Их дружба, начавшаяся еще в дореволюционной бакинской тюрьме, продолжалась три десятилетия. Казалось, такие доверительные отношения с вождем Советского Союза практически гарантировали статус неприкасаемого. Всем привет, с вами канал История Мира, сегодня мы вам расскажем историю жизни Григория Константиновича Арджиникидзе. Приятного просмотра. Серго родился 24 октября 1886 года в селе Гореша Кутаийской губернии. Сейчас это место известно как Западная Грузия. Рос в обедневшей семье дворян, он рано осиротел. В 12 лет мальчик окончил двухклассное училище в селе Харагаули, где познакомился с Самуилом Буачидзе. Через два года Арджиникидзе поступил в школу фельдшеров. Еще в школьные годы мальчика увлекали социал-демократические идеи, изменения устоев страны. Когда ему было 17 лет, юноша вступил в ряды РСДРП и получил псевдоним Серго. Участие в нелегальной деятельности вскоре привело к повышенному интересу со стороны царской охраны. Несколько раз Арджиникидзе отпускали в связи с недостаточностью улик или под залог. В конце концов, в 1907 году, после очередного ареста он был отправлен в ссылку в Сибирь, в Енисейскую губернию. В ожидании этапа, он находился в бакинской тюрьме, где и познакомился с Иосифом Сталиным. Там же находился и будущий сталинский прокурор, тогда еще меньшевик Вышинский. Они быстро нашли общий язык, правда вскоре были разлучены. Арджиникидзе выслали в Енисейскую губернию, а Сталина в Вологодскую. Хотя Арджиникидзе был включен в состав ЦК партии большевиков еще в 1912 году, в первые годы советской власти он не был перворанговым большевиком, скорее находился во втором эшелоне. Он не получил постов в новом советском правительстве, вместо этого он как практик, был направлен на организационную работу, сначала временным чрезвычайным комиссаром на Украине, а затем на юге России. Полномочия у таких комиссаров были самые широкие, но все же он был лишь исполнителем воли делегировавших его большевиков. В южных районах России, где было мало пролетариата, но много крестьян, задачей Арджиникидзе было создание и укрепление власти партии большевиков. Фактически Арджиникидзе курировал все кавказское направление. Во время обороны царицына, Арджиникидзе вновь встретился со Сталином, который был одним из ее организаторов. После окончания гражданской войны необходимо было определить организационную структуру нового государства. Партийным специалистом по делам национальности считался Сталин, который разработал свой план автономизации республик. Предполагалось, что все советские республики будут включены в состав РСФСР на правах широких автономий, это облегчит управление ими из центра. И не будет создавать бюрократическую путаницу, когда в каждой республике своя партия и свое правительство. Однако план резко раскритиковал Ленин, разбив его в пух и прах. Ленин настаивал, что СССР должен быть федерацией равноправных союзных республик с правом свободного выхода каждой республики в любой момент. Умирающий Ленин, все еще верил в неотвратимое приближение мировой революции и указывал на то, что Китайская Советская Республика или, к примеру, Германская Советская Республика не захотят вступать в РСФСР. А вот в СССР они с радостью вступят. Орджоникидзи же поддерживал своего друга Сталина. Однако вскоре Ленина свалила болезнь, и он уже не оправился от нее. Тем не менее, еще раньше Сталин уступил, и СССР был создан по ленинскому плану. Сталин не забыл верность своего друга, и через некоторое время после смерти Ленина назначил Серго наркомом рабочей крестьянской инспекции. Орджоникидзи был одним из немногих близких друзей Сталина. Начиная со времен гражданской войны он всегда поддерживал его позицию. Сталин за эту лояльность постоянно возвышал Серго, сначала поставив во главе контрольных комиссий, государственной и партийной, в 20-е годы еще имевших немалую власть, а затем вел его в состав Политбюро. Это была вершина для советского чиновника, Политбюро, святая святых, узкий круг самых властных людей в государстве, сообща управляющих им. О степени близости Серго и Сталина красноречиво свидетельствует следующий факт. После самоубийства супруги Сталина в 1932 году Киров и Орджоникидзи остались в доме Сталина утешать его на правах самых близких друзей. Кроме того специально под Орджоникидзи была создана должность народного комиссара тяжелой промышленности. В условиях начавшейся форсированной индустриализации, которой уделялось огромное внимание по причине ее стратегической важности, это был крайне ответственный пост, и доверить его можно было только самому лояльному человеку. Особенно на фоне уже начавшейся кампании против вредителей, которая должна была отвлечь внимание рабочих, недовольных новыми расценками коллективных договоров, приведших к тому, что работать они стали больше, а получать меньше. Начавшиеся в конце 20-х массовые протесты рабочих по всему СССР удалось погасить только кампании по поиску вредителей, переключивших недовольство рабочих на них. В 1934 году был убит Киров. Хотя убийство совершил одиночка, мстивший хозяину Ленинграда за сломанную карьеру, как он считал, это стало удобным предлогом для разворачивания репрессий. Если ранее политических противников Сталина лишали всех значимых постов и исключали из партии или в худшем случае на несколько лет отправляли в лагерь или ссылку, то теперь их стали расстреливать. Орджоникидзе неожиданно оказался между двух огней. С одной стороны, будучи наркомом стратегически важного направления, он должен был брать под защиту своих специалистов. Поскольку партия требовала от него ударных темпов роста промышленности, которые невозможно было обеспечить без наличия определенного числа специалистов. С другой стороны, в атмосфере всеобщего психоза и поиска вредителей и шпионов под кроватью, такого рода покровительство и мягкость вызвали бы подозрения. Ситуация складывалась сложная, отдашь на расправу слишком много спецов, завалишь план, огорчишь партию и Сталина, чего доброго, сам будешь заподозрен во вредительстве. Ситуацию осложнил и третий фактор, новая сталинская гвардия, которая активно зачищала пространство под себя. В основном это были люди, в силу молодости не занимавшиеся серьезной нелегальной работой в дореволюционные времена, ставшие возвышаться благодаря репрессиям старой гвардии и преданные лично Сталину. У Сталина появился новый любимец из Грузии, Лаврентий Берия. Они с Серго сразу же и очень сильно не понравились друг другу. Берия в 1932 году стал главой Грузии и методично зачистил старых соратников Орджоникидзе. Серго некоторых из своих кадров пригрел в своем наркомате. Более того, Орджоникидзе покровительствовал даже старым друзьям, в свое время вызвавшим недовольство лично Сталина. К концу 1936 года Орджоникидзе получил два серьезных удара, которые свидетельствовали о том, что ситуация перерастала в критическую. В сентябре 1936 года был арестован его первый заместитель Георгий Пятаков. Поначалу Орджоникидзе пытался его защищать, но оценив ситуацию понял, что его не спасти, и присоединился к хору обличавших подлого двурушника и троцкистского фашиста. В наркомате тяжелой промышленности начались аресты, около 40 крупных специалистов были арестованы и исключены из партии. Через месяц после ареста Пятакова, аккурат в день 50-летнего юбилея Орджоникидзе, был арестован его старший брат Папулия, некогда рекомендовавший юного Серго в партию. Орджоникидзе пытался ознакомиться с делом и встретиться с братом, но руководивший тогда Грузией Берия, не дал этого сделать. В феврале 1937 года должен был открыться новый пленум ЦК, на котором непосредственно Орджоникидзе. Должен был выступить с докладом по теме вредительства диверсии и шпионажа Японо-немецко-троцкистских агентов в наркомате тяжелой промышленности. Учитывая обстоятельства, которые предшествовали докладу, это было непростой задачей, от которой могло зависеть не только благополучие Орджоникидзе, но и его жизнь. Однако выступить с докладом ему так и не довелось. 18 февраля 1937 года, за пять дней до открытия пленума, Орджоникидзе умер. Смерть его была загадочной, официально объявили, что нарком умер от сердечного приступа, однако все выжившие родственники Серго и друзья его семьи после смерти Сталина в один голос уверяли, что он выстрелил в сердце. Правдоподобными в равной степени выглядят обе версии. У наркома действительно могло отказать сердце, в последний год он жил в колоссальном напряжении, а обрушившиеся на наркомат репрессии и необходимость выступления с ответственным докладом, который мог решить его судьбу, окончательно добили его. Снаряды уже рвались рядом, и ему было из-за чего переживать. По этой же причине он вполне мог покончить с собой. Он хорошо понимал логику государственного репрессивного механизма и вполне мог ожидать того, что после пленума пришли бы и за ним, что бы он там в своем докладе не говорил. Хотя Орджоникидзе похоронили в Кремлевской стене, существует немало косвенных свидетельств того, что ситуация для него была очень сложной, и 1937-1939 годы он бы вряд ли пережил. Почти все близкие родственники Серго были репрессированы. Все три брата Серго были арестованы, старший брат расстрелян. Жена Орджоникидзе на 10 лет была отправлена в лагеря. Кроме того, все города, названные в честь Орджоникидзе, были переименованы. Это тоже явный признак опалы, такое происходило в случае с расстрелянными. Сталин был очень недоволен гибелью Орджоникидзе, что хорошо заметно на съемках его похорон. Через несколько дней после его смерти открылся пленум, на котором Серго должен был выступать. Вместо выступления Орджоникидзе с речью выступил Сталин, раскритиковавший мертвого друга за либерализм и укрывательство врагов народа и вредителей в своем наркомате. Через несколько месяцев после смерти Серго, один из его соратников по работе на Кавказе, Ивана Рахилашвили, был арестован и дал показания на уже мертвого наркома. В которых сообщил, что на даче Орджоникидзе проходили встречи контрреволюционной группы, а сам Серго покровительствовал им. Все это позволяет предположить, что процесс против Орджоникидзе действительно был очень вероятен и сорвался только по причине неожиданной смерти главного фигуранта. Вот такую жизнь прожил один из лучших друзей Сталина, Григорий Константинович Орджоникидзе. Спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, всем удачи и до скорой встречи.